Беларусь за 8 месяцев экспортировала продукции более чем на 4 миллиарда долларов. Прирост составил 400 миллионов. Также выросли поставки продовольственных товаров в Украину и ЕС на 40%, наполовину – в Китай. Плюс в этом году планируется продать 650 тысяч тонн картофеля. Сейчас завершается его уборка. Включать отопление в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях Минска начнут 11 октября. Напомним, тепло в детских, школьных, лечебно-профилактических и учреждениях социального обеспечения в музеях появилось 20 сентября. В жилых домах батареи стали горячими двумя днями позже. Как правило, включают систему, когда на улице в течение пяти суток температура воздуха составляет ниже 8 градусов. В Беларуси начали прививать от COVID-19 бездомных. Компания стартовала в Гродно при участии Белорусского общества Красного Креста и городской поликлиники номер 5. В дальнейшем программа распространится по всей республике. Всего планируется охватить около 2000 человек. Используется однокомпонентный «Спутник Лайт». Чтобы мотивировать людей на прохождение вакцинации, после процедуры им выдают продуктовые и гигиенические наборы. Завтра по всей стране пройдет акция «Чистый лес». За день намерены высадить полтора миллиона деревьев, вывести из зеленых массивов мусор и отреставрировать места массового отдыха. Желающим нужно обратиться в ближайший лесхоз. К слову, с начала осени высажено 220 гектаров. Примечательно, что еще весной работники закрыли годовой план. Но осенью работы продолжаются. Юбилей сегодня отмечает выдающийся советский и российский актер Леониду Куравлеву, 85. За годы творчества он сыграл свыше 200 ролей в кино и сериалах. Секрет его популярности – бесконечным обаянием. Больше всего он известен зрителям по картинам. Иван Васильевич меняет профессию. Афоня – золотой теленок. Народного артиста РСФСР поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.